Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская медиа-академия представляет. Ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! История этого коллектива началась еще в прошлом веке. Записанный на домашней студии альбом прославил авторов и принес им сумасшедшую популярность. Название группы не сходило с уст молодежи 80-х, а хиты звучали из всех возможных электроприборов того времени. Группа подтвердила свой звездный статус и спустя десятилетия. Огромкие скандалы между бывшими и настоящими солистками подогревают интерес прессы. Итак, группа «Мираж» и ее участники встретились со студентами Казахстанской медиа-академии и поделились своей историей успеха. У нас связано с Алматою очень много воспоминаний. Мы много раз бывали здесь, еще в 80-е годы. Наши концерты проходили во дворце, дворец республики, если правильно он называется. И самое знаменательное было, в одной из этих программ, это было новогоднее, там дней 7 у нас, ну неделю примерно шли концерты в этом дворце республики. И с нами в этой программе, в новогодней, в дискотечной, впервые в своей жизни принимал участие Филипп Киркоров. И наши ребята, он очень был крупный, но по-своему, знаете, он такой, вот, крупный ребенок такой был. Такой, знаете, не, ну это я говорю как по-доброму. То есть он, ну, младше нас, и он был настолько вот впечатлительный, настолько он был какой-то, знаете, такой, ну первый раз человек выехал на гастроли. Наивный? Наивный, да. И вот ребята, вот сидит вот там клавишник наш, Сергей Крылов, вместе с еще одним музыкантом соседнего коллектива, они ему поставили трехлитровую банку в сумку с водой. Но он ее взял и не заметил. Алексей Горбашов, советский и российский музыкант. С 1988 года гитарист группы «Мираж». Алексей вошел в число лучших гитаристов СССР по результатам единственного официального хит-парада газеты «Московский комсомолец». Несмотря на то, что музыканты регулярно приезжают в Казахстан, они не устают удивляться нашей столицей. Недавно мы были в Астане, например, осенью. В Астане вообще были за последние, наверное, там, ну, начиная с… Вот я помню, в 2007 году мы приехали и обалдели, когда первый раз вышли. Там уже начиналось-то строительство. Вот эти небоскребы безумные, ни на что не похожие. Мы сами когда приезжаем туда сами. Нет, на самом деле я могу сказать так, что это вообще что-то нечто такое. То есть мы объездили очень-очень много, конечно, где побывали, но аналогов сказать такого, что мы, да, да ладно, это мы видели, это вот везде такое есть. Нет, такого нет. Вообще нигде, даже ничего похожего нет. И иностранцы, которые приезжают, а мы вместе участвовали в программе, там, с иностранными исполнителями, ну, они вот тащились с шарами, у них шары прямо на лбу были после вот экскурсии. То есть это было что-то неописуемое. Ну, одно дело столица, другое дело концерт в районном центре Сарыколь, где артистам тоже довелось побывать. И то, что мы там увидели, это потрясло наше воображение настолько, вот, казалось бы, какой-то крохотный поселок, название которого мы, на самом деле, мы просто его не знали. Приехали туда, значит, более 300 актеров, а это огромное поле, ну, трава, стадион, сцена стоит. Ну, то есть, как вот у нас ставят в Москве, там, наверное, какие-то большие праздники. То есть день города, день какой-то там России. Да, там аппарат до неба, все вообще свет. Лазеры, лазерные шоу, дым, все там, фейерверк. 300 актеров показывали на протяжении, наверное, двух часов на поле всю историю казахского народа, казахского государства. То есть мы видели все. В общем, нас это потрясло. С ума сойти. Так что в Казахстане очень много, ну, каких-то вещей таких, которые, ну, действительно, это, ну, для нас это немножко другой мир, понимаете? Мы, ну, как-то много здесь увидим такого, даже, знаете... Это, кстати, там был кефир, на столах. Да, приехали, ну, знаете, обычно райдер там, вот, в гримерке, ну, фрукты, какие-то напитки, там, чай, кофе, вода. Да, соки, да, соки, что-то такое. Ну, те, кто заказывает какая-то выпивка там, а тут мы приходим, пол стола заставленных молочные продукты. Вот это отношение. Да, очень приятно, Алексей, расскажите, пожалуйста, как создавался ваш коллектив, поддерживаете ли вы отношения с другими участниками, участниками сейчас, и как вообще стать легендой? Вот то, что касается нас, если бы мы думали о том, как стать легендой, вряд ли бы написали бы две ноты, понимаете, связали бы друг с другом. Потому что в то время, когда все это происходило, на дворе стоял 88-й год. Оборудование было, на самом деле, самое современное по тем временам, которое только можно было придумать. Постолк, поскольку, значит, вообще вот в то время студия, это было что-то из области фантастики. То есть все студии, вот эти официальные, которые существовали, ну, по крайней мере, в Москве, на телевидении, центральный дом звукозаписи, во-первых, там все было расписано на долгие годы вперед. Естественно, просто так прийти с улицы, записать что-то, это было нереально, потому что там члены союза композиторов, значит, заслуженные артисты, работники, там, коллективы, которые работали, там, в Москонцерте, в Московской филармонии. Только для них туда были двери открыты. Естественно, молодежные коллективы как-то записывали дома на коленках, там, то есть вот такой был способ звукозаписи. И вдруг, да, и надо заметить, что в то время единственным способом распространения, значит, звукозаписи, это были катушки, которые переписывали. Вот у меня был такой знакомый, у него был огромный подвал в доме, в подвале стояло там, наверное, больше сотни магнитофонов катушечных. Они запускались, какой-то умелец там сделал такое устройство, с одной кнопки запускались. То есть работала бригада, они вставляли эти бобины, значит, заправляли пленку. Когда все это заправлялось, с одной кнопки запускались все эти магнитофоны и переписывали какой-то вот. Потом эти бобины отправлялись по городам и весям, в том числе и сюда, наверное, тоже доходили эти бобины. Из дома напротив играют видео, видео. Это было, это просто была пытка. Поэтому единственная мысль у нас была, когда мы это рожали, этот материал, альбом, не как стать легендами или как стать знаменитыми, чтобы эта хрень побыстрее выключилась. А если серьезно, то рецепт легендарного музыканта был прост. Главное заниматься любимым делом, которое приносит радость. Группа «Мираж» славится тем, что стала стартовой площадкой для многих звезд советской и российской эстрады. В свое время здесь выступали Татьяна Овсиенко, Ирина Салтыкова, Наталья Ветлицкая. В 90-м году в коллектив пришла Екатерина Болдышева, которая, в отличие от своих предшественниц, осталась в команде надолго. Взяла на себя роль концертной вокалистки и хорошо сработалась с Горбашовым. Был дело это так. Уже концерт идет. Я Риту приглашаю. Говорю, Рит, познакомься. Это Катя. Это Рит. Очень приятно. Привет, привет. Хотите спеть одну песню дуэтом? Да. Ты какую строчку будешь петь? Я и эту. Ты какую? Ты и эту. Все. Вышли, спели. Без репетиций, без настроек, без всего. Ну, как бы общая настройка, естественно, была какая-то. Но никто ничего не... То есть многие вещи просто спонтанно получились. Точно так же, как и музыку нас связало. То, что ты какую? Ты вот эту строчку поешь, ты вот эту, ты вот эту. Вот так же договорились, так же ее и спели. Значит, потом было несколько поездок, но получилось так, что много дам в одной программе. Это перебор. Обилие ли солисток, женская зависть или мужская непримиримость в юридических и творческих вопросах стали причиной многолетних споров внутри группы? В этом пусть разбираются таблоиды. А наши гости утверждают, что они устали от бесконечных разборок с продюсером группы Андреем Литягиным и предпочли творчество ответом на вопрос, кто кого миражовий. Отношения были хуже некуда. Тем не менее, как бы, ну вот, снизошло на Андрея такое... Такая мысль, идея, что все остальное это не мираж, а мираж, что только мы. Это его была идея, не наша. Вот поверьте. И я еще раз хочу сказать, что мы с этим не сразу согласились. И условие было такое, чтобы дать возможность работать всем. Мало того, мы... У меня, например, была такая, опять же, идея организовать опять вот 30-летие группы вот в этом году. Вот весь наш тур, он посвящен 30-летию коллектива. Чтобы закончить этот тур, например, где-нибудь там под Новый год или сразу после Нового года, большим концертом, в котором могли бы участвовать все. Есть грандиозные планы. Значит, естественно, мы работаем в студии над новым материалом. Будут новые версии старых песен, будут новые песни, будут клипы. То есть мы хотим развиваться, нам неинтересно сидеть и до бесконечности, условно говоря, там вот это варится в старом. Критики относят стиль группы Мираж к Евродиско. А где Евродиско берет вдохновение? Муза не приходит просто так вот. Сидит Емеля на печи, да, всю свою жизнь. А потом вдруг раз, бах, муза пришла. Нет, надо очень много работать. Тебе тоже бывает. Ну, бывает, но редко. Но, как правило, надо очень много работать. И тогда вот что-то приходит в один определенный момент, складываются какие-то... Ну, какие-то вещи вот по совокупности, я имею в виду. Вот, Батя по вокалу, мне говорится, что нужно петь без эмоций. Правда ли? Что это? Петь без эмоций. То есть не вкладываешь в вокал. Что петь без эмоций? Не важно, что. Потому что когда в голосе появляются эмоции, ты куда-то гортами... О, интересно. Да. Ну, наверное, она права. Нет, нет. Но? Она же преподаватель по вокалу. Вы поете с эмоцией? Почему падаете эмоции? Я думаю, да. Да. Проходите на контакт. Я покажу. Я не могу рассказать. А я вот сейчас задумался. Вот, например, мои кумиры там 70-х, например, ну, с чего мое знакомство с музыкой там начиналось? Дипеопол, Лед Зепплин. Там, по-моему, кроме эмоций-то там больше ничего и не было. За любой историей успеха стоит 99% труда и только 1-1% везения. Я желаю вам, чтобы история легендарной группы вдохновила вас на счастливые перемены вашей жизни. И чтобы ваши мечты никогда не превратились в призрачный мираж. С вами была я, Гульбахор Хасанова и Казахстанская медиа-академия. Пусть пребудут с каждым сила, мудрость и любовь. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.